МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня многие люди ходят в церковь. Если у них спросить, почему вы верите в Иисуса Христа, они говорят, что мы хотим получить прощение грехов и попасть в Царство Небесное. Если спросить у десятерых, все десять скажут эти слова. Но интересно, десять лет ходят в церковь, остаются грешниками. Двадцать лет ходят грешниками, остаются... Ходят до смерти, но остаются грешниками. Они ходят в церковь, говорят, что верят в Иисуса Христа. Но они же живут жизнью, которая никак не связана с Иисусом Христом. Что именно я имею в виду? Да, они знают очень многое из Библии, но трактуют Библию по-своему. Они не знают истинных значений Господа Бога, который хочет нам передать. Поэтому они читают Библию, молятся, жертвуют, приходят в воскресенье в церковь, и тогда говорят, что у вас хорошая вера. И они верят, что у них хорошая вера. Но на самом деле слово полностью говорит другое. Знаете, я тоже долгое время ходил в пресвикторианскую церковь, но пастор тоже говорил, что он грешник, пресвиктор говорил, что он грешник, диакон говорил, что я грешник. Однако в Библии в Исаии 53 главе написано, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелило для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше вели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас. В Библии написано, что молитву грешника Бог не слышит. Но многие люди, читая Библию, они признаются, что они грешники, и потом молятся. Да, грешник молится именем Иисуса Христа. Одно с другим не впадает. В 1962 году я тоже вел подобную духовную жизнь. Но однажды я понял, что кровью Иисуса Христа мы стали чистыми. Настал такой день в моей жизни. После того, как я получил прощение грехов, до того, как я начал духовную жизнь, знаете, что произошло в моей душе? До 19 лет я увидел, что все, что было до того момента, все закончилось провалом. Поэтому, если я буду верить в себя, я потерплю крах. Я смог ясно это увидеть. Знаете, помню, мой дядя, он работал в Японии плотником, он после службы в армии, он возвращался, приехал в Японию и женился, и там начал жить Японии. И дядя хотел, чтобы я тоже приехал в Японию и жил вместе с ними, работал. Но в те годы еще не было заключено дипломатическое соглашение между Японией и Кореей. Поэтому нужно было для того, чтобы переправиться в Японию, пользоваться нелегальными путями. И однажды мне рассказали о том, что некоторые люди сели, вот тоже суд на контрабандистов, и 12 часов ночи они сели, выплыли из Сеула, из Допорта, и ночью плавали, плавали. И потом капитан говорит, что вот мы прибыли в Японию, но поскольку вы приехали нелегальным способом, поэтому вы сначала идите в горы, и потом, когда будьте в горах, настанет утро, тогда вы возьмите полотенце и притворитесь, что вы пришли прогуляться по горе и разговариваете между собой на пасхи-мзаке. И эти люди действительно, знаете, так сделали, как сказал капитан, и спустились с горы, и видят, что написано, Масан. И сначала они подумали, а, наверное, есть тоже Умайяма, да? То есть, они говорили между собой на японском языке, не зная хороший японский язык. А потом прохожего спрашивают, а где мы находимся? Они говорят, ну мы же в Масане, в корейском городе Масан. И оказалось, что просто плавали по морю, их высадили в Корею. И потом, когда начали разбираться, им сказали, что просто какой-то человек приходил к нам и попросил судно, и мы дали ему. Но это так еще добрые люди поступают. Были такие случаи, когда просто их выкидывали на море. И когда я услышал об этом, то мне совсем отбило желание поехать в Японию. И последняя моя надежда была полностью разрушена. И знаете, что Господь Бог мне одно показал? Да, я жил своим способом, своими мыслями, но Бог показал, что если я так буду даже жить, тогда я потерплю крах. Когда человек общается с Богом, всегда слово Господа Бога отличается от моих мыслей. Поэтому невозможно вести нормальную беседу с Господом Богом человеку. Например, 100 тебе лет, 200. Если Бог говорит, что ты родишь сына, значит, ты родишь сына, правильно? Но когда мы смотрим на положение, кажется, что это невозможно. Однажды Бог позвал Моисея и говорит, Моисей, да, Господи, я посылаю тебя в Египет, чтобы вывести народ мой. Да, кто выводит? Моисей будет выводить или Бог будет выводить израильский народ? Бог говорит, я посылаю тебя, чтобы вывести мой народ. Другими словами, тебе надо просто послушаться моих слов. Но что говорит Моисей? Кто я такой, чтобы выводить израильтян из Египта? То есть, он говорит свои мысли. Во время Нового Паттупа Бог говорит, делай ковчег. Тогда надо просто сделать ковчег. Хотя мне кажется, что не будет дождя. Ой, а как? Что? Нет, не надо своими мыслями принимать. Когда мы ведем духовную жизнь, самое важное это то, что когда мы открываем слово Господа Бога и смотрим на свои мысли, наши мысли говорят, что не получится, что невозможно. Но люди, которые встретились в Новом Завете с Иисусом Христом, они, независимо, что говорили их мысли, те люди, которые следовали за словом Иисуса Христа, получили благословение. Однако те, которые следовали за своими мыслями, у них ничего не получилось. во время Мехикана Галилейской в брачном пире не хватало вина. Иисус говорит, наполните водой, сосуды наполнили водой. Потом говорит, теперь подшипните и отнесите распорядителю пира. «Мне кажется, что сто процентов это вода». Однако Иисус говорит, «Нет, это вино». Тогда скажите, это вода или это вино? Давайте все вместе скажем. Это очень важно. Когда я смотрю, это точно вода, но Иисус говорит, что это вино. тогда я должен верить в слово Иисуса Христа больше, чем своим мыслям. Это есть человек веры. Понимаете это, да? Если мы будем знать подобные элементарные вещи, тогда ввести веру будет очень просто. когда я смотрю, это точно вода, но Иисус говорит, вино. Казалось бы, что за ерунда? Как такое может быть? Мы, может, так скажем. Однако, если Иисус говорит, что это вино, извините, конечно, за такое сравнение, но даже если мы мочу принесем, но если Иисус говорит, что это вино, значит, это вино. Когда у нас будет такая вера, это есть начало веры. Сегодня многие люди ходят в церковь, однако принимают только то, что им понятно, а что им непонятно, они не принимают. Как написано, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Скажите, наши мысли и мысли Господа Бога, они одинаковые или отличаются? Они отличаются. Когда мысли Господа Бога отличаются от моих мыслей, тогда слово Господа Бога правильное или мои мысли правильные, скажите? Да, если у вас будет ясность в этом, тогда вести духовную жизнь вы сможете очень хорошо. Однако мы люди верим только тем вещам, которые нам кажется, что возможны, а невозможные мы не верим. Я ведь тоже был таким. Но я оставил мое сердце. Я сараспят со Христом. Слово Господа Бога действует во мне. Знаете, я смог научиться этой истине в Библии. И после этого я, когда следовал за своими мыслями, я во всем потерпел крах. Поэтому я мог верить только в Слово Господа Бога. И я ясно поверил в Слово Господа Бога. Тогда увидел, как Бог действует. Бог ни в коем случае не обманывает. Однако, мои мысли и Слово Господа Бога отличаются. Пока в Библии написано, мои мысли не ваши мысли. Написано одинаковые или разные? Да, играть в азартные игры, пить, совершать преступления. Только его мысли отличаются от Господа Бога? Нет. Все наши мысли отличаются от мысли Господа Бога. Сегодня, когда вы приходите на собрание, если будете верить Господа Бога как в Господа Бога, тогда независимо, какие мои мысли, правильно, если вы будете принимать Слово Господа Бога. Понимаете? Давайте поговорим. Хор Гращас, когда встретился впервые с Борисом Георгиевичем Абальяном, Борисом Георгиевичем Абальяном сказал, спойте, пожалуйста, мне до. Тогда все спели до. И профессор говорит, нет, вы неправильно поете до. Как это? Я же только что спел правильно. Я разве сказал си, соль, нет, я сказал до. Все правильно я сказал. Но Борис Георгиевичем говорит, нет, ты неправильно поешь. Однажды я беседовал с моей дочерью, и моя дочь говорит, отец, мне нужно пойти. Куда ты идешь? Меня сейчас должен ругать профессор. Да? Может кто-то спросить, почему я же пою до? Почему вы говорите, что я не пою до? Да. Потом оказалось, когда настраивают фортепиано, то международным стандартом, да, принято настраивать на 442 Гц. Нужно так настроить фортепиано, чтобы было 442 Гц. и люди, которые занимаются вокалом, они должны не только научиться петь, но также нужно развивать слух. И я сейчас пою на 442 Гц или на 440 Гц. Нужно уметь различать это. да, хотя, вроде бы, издаем звук до, да, но, поэтому Гц это может быть не до. Я вроде бы пою не ля, да, почему же мне говорят, что не до? Потому что неправильный Гц. До того момента хор Гращес, да, вроде бы, когда поет «До рэ ми фа су ля си до». О, я уж хорошо пою. Но Борис Георгий говорит «Нет, неправильно». И очень схоже с этим. Да, если вы думаете, что вы сделали добро, это не добро. Если вам кажется, что вы хорошо служили Господу Богу, нет, это не так. Почему? Если Бог говорит, что нет, значит неправильно. Просто живут со своими мыслями, но в глазах Господа Бога это неправильно. Знаете, когда я начал вести духовную жизнь и читал Библию, один за другим я начал приводить в моем сердце порядок. Знаете, давайте посмотрим Бытие, 6 главу, 5 стих. Один стих, посмотрим. Бытие, 6 глава. Пожалуйста, откройте. Бытие, 6 глава. Пятый стих мы прочитаем. Вместе прочитаем. 3-4. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «Знаете, когда вы слушаете подобное слово, у вас не появляется гнев? Кажется, «Я же делал добро! Почему же здесь написано, что я делаю только зло? Я всегда говорится, что делаю зло». «Извините, но это слово Господа Бога». «Скажите, у вас есть доброе?» «Да, хотя на славах говорят, что нету. Но про себя ведь думаем, что нет, я ведь многим помогал, давал милостыни. Разве это не доброе? «Хор грасчас» вроде бы тоже поет «до». Но Борис Гриш говорит, «Нет, это не до». «Я что, ля спел или ми или соль? Я же вроде бы пою до. Почему говорят, что это не до? Потому что это было неправильное до. Это было не до. Да, когда люди поют «Ду, рэ, ми, фа, соль, ля, си, до». Да, высокий до и низкий до. «О, вроде бы я хорошо пою». Да, до, до. «Да, хорошо, вроде бы пою». Однако, когда смотрит профессор на это, он говорит, что это не до. Нужно спеть ровно на 442 Гц. Знаете, мы говорим, что это добро, но Бог говорит, что это не добро. Бытие, 6 глава, 5 стих, ясно нам говорит, «И увидел Господь, что велико разрушение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Да, когда мы слушаем это слово, гнев появляется. «Ну, Господь, я же ведь и доброе делаю». Конечно, я гневой злюсь, но я делаю доброе, Господи. Наши мысли так говорят. Да, и мы предпочитаем доброе, правильно? А зло оставляем. Однако, слово Господа Бога говорит, что все наши мысли и помышления зло во всякое время, и нам очень сложно принимать подобное слово, согласитесь. Однако, это есть слово Господа Бога. Если Бог говорит, что есть только зло, значит, у нас есть только зло. Сегодня многие люди говорят, что я сделал доброе, поэтому я смогу попасть в Царство Небесное. Но мы говорим, что это не так. Почему? Потому что Библия говорит, что у человека нет доброго. Знаете, я до 62-го года читал, что я делал и доброе, и делал злое. Но в 62-м году, когда я читал Библию, я увидел, что у человека нет ничего доброго. Бытие 6-й главе, 5-м стихе написано, и видел Господь, что великое разрушение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Да, казалось бы, но у нас ведь и доброе было, ведь мы и хорошее делали, мы ведь и хорошее у нас есть, хотя и есть плохое. Да, может быть, кто-то из вас так скажет, однако Бог говорит, что все мысли и помышления их были зло во всякое время. Тогда скажите, ваши мысли правильные или же Слово Господа Бога? Если Слово Господа Бога правильное, тогда вы должны признавать, что и то доброе, что вы делали, нравится вам, не нравится. Да, нужно верить, что вы делали только зло. Сегодня многие люди, они верят в Библию, следуя за своими мыслями, мы точно можем сказать, что у нас нет доброго. Правильно? Есть только одно добро, это Иисус Христос. Поэтому мы должны принимать добро Иисуса Христа в наше сердце. мы должны святость Иисуса Христа принимать за нашу святость. А все наши помышления, мысли, Бог говорит зло во всякое время. А если я говорю, что я делаю добро, это смешно перед Господом Богом. Бог говорит, что у нас нет доброго, ни одного. Поэтому все наше доброе мы должны оставить и должны принимать Слово Господа Бога. Добро Иисуса Христа, святость Иисуса Христа, когда мы принимаем святость Иисуса Христа, тогда мы становимся святыми, когда мы принимаем Его праведность и мы становимся праведными. Аминь. Что говорит апостол Павел? Что? Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожусь своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Что нам надо делать? Да, то, что я думал, что доброе, хорошее, все это нужно оставить и нужно принимать только Слово Иисуса Христа. Знаете, я может мне кажется, что-то я сделал хорошо, но это все я оставил и принял в мое сердце только то, что Иисус Христос сделал для меня. однажды однажды пришла подруга хозяйка нашего дома, чтобы продать морепродукты. Я вышел из комнаты, чтобы с ней встретиться. Тогда мне было 21, а этой женщине она была старше меня на 24 года. чему это я говорю? Может быть, если она была бы молода, мы бы женились. А потом, может, я бы это объясню. Но я у нее спросил, вы ходите в церковь? Она сказала, нет, 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 не хожу. Знаете, она была очень бедной и она обманула меня, говорит, чтобы, знаете, не обидеть Господа Бога, что она бедно живет. Но однажды я сказал ей, да, о праведности не человека, а о праведности Иисуса Христа. Как мы можем принять праведность Иисуса? Об этом я ей рассказал. Знаете, ваши рассуждения, они неправильны. Поэтому, даже если они кажутся праведными, если мы верим, что наши мысли неправильны, и будем веровать в Слово Господа Бога, тогда мы можем получить благословение. Однако, хотя Библия говорит о том, что у меня есть только зло, я же думаю, что у меня есть и доброе. Знаете, я же начал работать с этим, что, а, у меня нет ничего доброго, у меня есть только зло. именно поэтому я оставляю все мои мысли и веруя в Слово Иисуса Христа подходит, оно мне не подходит, но я начал принимать, и оно начало охватить мое сердце. когда Иисус Христос был на земле, знаете, что было? Дочь Яира умерла, и Иисус Христос пришел к ним домой, и дочь Яира умерла, но Иисус говорит, не плачьте, ибо она не умерла, а спит. тогда люди начали смеяться над Иисусом. Но Иисус, даже если мы глупые, мы что, не можем отличить мертвого от спящего? Спящий, хотя он не движется, но ведь он дышит. Есть пульс, есть температура организма, а у этого ребенка же, извините, она перестала дышать, теперь температура падает, тело становится все тверже, нет пульса, то есть она умерла. Если верить в себя, надо сказать, что да, она умерла, но Иисус говорит, что она спит. Тогда здесь стоит очень важный вопрос. Мне кажется, что эта девица умерла, но если мы, когда я смотрю, она умерла, Иисус говорит, умерла, тогда очень легко принимать, правильно? Но, когда я смотрю, она умерла, Иисус говорит, что она живая. Тогда, если человек не будет отрицать свои мысли, то ему будет невозможно принять слова Иисуса Христа о том, что она спит, Иисус, я, как минимум, могу отвечать мертвого от спящего, она ведь не дышит. Да, наши мысли нам так подсказывают и говорят, что это истина. Однако, даже если мне кажется, что это не так, но тот, который поверит в слово Иисуса Христа, это есть человек, который имеет веру в Иисуса Христа. Знаете, нам очень легко принимать те вещи, которые нам понятны, но вере в Иисуса Христа тяжело то, что нам нужно принимать то, что нам кажется не так. Знаете, я где-то два часа открыл Библию и я объяснял этой женщине. Я сказал, вы не знаете просто, но Иисус Христос умер на кресте, и хотя вы говорите, что вы грешите, это не так. Иисус Христос умер на кресте для того, чтобы ясно очистить ваш грех, и Библия говорит нам о том, что мы оправданы. Когда она сказала, но все равно, я же могу совершить грех, значит, я грешница. Да, Иисус Христос очистил мой грех, но если я совершаю грех, я же грешница. Однако, Библия нам говорит не так. Почему? Потому что Иисус Христос, когда очищал наш грех, Он очистил наш грех навсегда. Он навсегда очищает наш грех. Навсегда. Иисус Христос, знаете, насколько Он очистил? навсегда. Навсегда. Он очистил наш грех. Еще дольше. Иисус, Он навсегда если очистил наш грех, тогда у нас не может быть греха. Да, хотя мы совершили грех. сегодня многие люди верят своим мыслям, и поэтому, когда у них спрашивают, они говорят, да, Иисус умер за мой грех, но я же ведь грешу, поэтому у меня есть грех. Да, мы совершаем грех, да, однако, знаете, что они неправильно знают? Это то, что Иисус Христос очистил грех не только того момента, Он навсегда очистил наш грех. Нужно, чтобы были хорошие легкие, чтобы сказать все. Всегда очистил. Правильно? Он очистил навсегда наш грех. Поэтому, да, но, к сожалению, мы не видим это в Библии. В 62-м году знаете, бывают такие моменты, когда слово говорит так, как мне кажется правильным, но даже тогда, когда оно подходит мне, Библия правильная, но даже тогда, когда оно не подходит моим мыслям, все равно Библия правильная. Понимаете? тот человек, который так смотрит Библию, если Писание говорит, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Если Иисус говорит, что это вину, значит, это вино. Если Иисус говорит в слове, что это она спит, значит, она спит. Так мы и должны веровать. иначе человек, который верит в свои мысли он будет говорить, что да мне кажется, что она спит, значит спит а если мертва, значит мертва понимаете, да, но это не вера в Иисуса Христа сегодня люди, которые ходят в церковь они говорят, что они грешники я спрашиваю, почему? потому что мы же грешим ну, они говорят так, потому что они не знают Писания не все, кто совершил грех, являются грешниками знаете, давным-давно в городе Гангчжо была бандитская группировка Чи Джон и знаете, они в подвале сделали котельню и убивали человека а потом сжигали труп в этой котельне и не оставляли следа от преступления невозможно было найти след преступления и однажды эти люди там были только мужчины и им нужна была женщина и для этого они напали на как молодую пару которые встречались и привели их в подвал и поскольку им нужна была женщина дали пистолет девушке и сказали выстрели да, в парня знаете она любила своего парня и не хотела стрелять в него она плакала тогда эта бандитская группировка сказала если ты не выстрелишь тогда мы тебя убьем раз два девушка она со слезами в конце концов выстрелила в парня и парень умер и она тоже совершила преступление правильно и стала частью этой бандитской группировки она готовила для них еду она стирала вещи их однажды эта девушка повредила ногу и ее положили в больницу и пролежав один день в больнице воспользовавшись шансом она да в той одежде в которой была она выбежала из больницы побежала села в такси и попросила поехать в полицейский участок приехала в полицейский участок и она подробно подробно рассказала о том что было с нею и тогда целый взвод полицейский поехал чтобы бороться с этой бандитской группировки и она же совершила убийство и поэтому проводился суд над нее и знаете что судья приговорил что она невиновна почему да она совсем не хотела убивать своего парня однако поскольку эта бандитская группировка хотела убить ее поэтому она была вынуждена просто совершить убийство поэтому она невиновна я думаю среди вас есть те которые читали новости об этом преступлении да она убила своего парня но она невиновна была наш грех определяет не мы а судья определяет другими словами Бог определяет виновны мы или нет тогда кремлина в 3 главе 23 стихе ясно написано потому что все согрешили и лишены славы Божьей а 24 стихе написано получая оправдание даром побладать его искуплением во Христе Иисусе кто оправдал мы да оправдались чем кем Бог оправдывает нас сегодня утро если мы посмотрим многие люди которые ходят в церковь что они говорят они говорят о том что грешники хотя ходят в церковь но если Бог говорит что я оправдал тебя а люди говорят что они грешники тогда они противятся Господа Богу это не вера в Господа Бога нужно верить о том что мы праведны что мы оправданы аминь Бог кровью своего сына он говорит что он оправдал нас значит мы оправданы скажите мы правильно рассуждаем или же Бог если Бог говорит что он оправдал нас нам надо принимать то что Бог говорит а не сравнивать да а как мне кажется потому что если мы сами сравниваем это гордость мы должны верить в слово Господа Бога независимо от наших мыслей 62 году знаете я во всем потерпел провал и однажды читал Библию я увидел в Библии что если Бог говорит что он оправдал меня значит я оправдан если Бог говорит что он оправдал меня но если я остался грешником значит Бог обманывает мне знаете вы должны вот о чем помнить сейчас те люди которые живут своими мыслями и те которые живут словом Господа Богом они отличаются друг от друга до 19 лет все что я делал это было скверным грязным злым поэтому если я буду жить следуя за своими мыслями я точно потерплю крах я ясно это обнаружил и после этого я оставил свои мысли да это не значит что совсем не появляются мысли но в основном да я начал оставлять все свои мысли в Агуктоне это сестра которая продавала анчоуси морскую капусту да я два часа передавал ей слово она тоже была грешницей я сказал да женщина послушайте пожалуйста Кремля нам в 3 главе в 3 стихе написано все согрешили лишенные славы Божьей а 24 стих нам говорит получая оправдание даром поблагодать его искуплением во Христе Иисусе поблагодать то есть мы ничего не сделали но получили оправдание да мы все согрешили Бог судья и говорит что Он оправдал нас тогда если Бог говорит что Он оправдал нас я не просто принимаю слово Господа Бога нам надо проверить я оправдан или нет нет я же совершаю грех значит я грешник я должен говорить что я грешник скажите это вера в Господа Бога или в свои мысли это вера в свои мысли когда я смотрю на себя я точно совершил грех я грешник однако если Бог говорит что Он оправдал меня я должен верить в Господа Бога а не в свои мысли да я должен говорить что я оправдан вот что такое вера в Господа Бога аминь в Библии Кремлина в 3 главе 24 стихе написано искуплением во Христе Иисусе то есть через то что Иисус Христос умер на кресте Он же искупил наш грех правильно и благодаря тому что Он искупил наш грех поблагодарить Божий даром получая оправдание да нет человек который бы не грешил но Бог говорит ты оправдан не я говорю Бог говорит понимаете да это сестре Бог говорит что ты оправдан и сестре в очках тоже Бог говорит ты оправдан и сестре которая шарфе тоже Бог говорит что ты оправдан и сестре которая Библию в руки держит тоже Бог говорит что ты оправдан знаете в армии Знаете, я служил части, которая отвечает за связь, и сказали, что будем сдавать экзамен. Для чего? Знаете, есть много направлений, и я отвечал за РУССИ. Сначала это был РВСИ, радиозвуковой аппарат. И нужно было передавать сигналы, например, гора Нахалла, это альфа, отвечаете. Понимаете, да? И в РУССИ нужно проходить тренировку, которая длится 16 недель, а РУССИ — 3 недели. То есть там просто учат, только слушайте, и все. А нас же учили прямо, как пользоваться аппаратом, подробно-подробно. И я не знал, что надо делать, да? И мне сказали, ты АРУССИ, да? Я тогда еще не совсем понимал, что это значит. И таблицу Морса, да? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я очень хорошо знаю таблицу Морса. Там нужно было цифры передавать сигналами. Один — это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту а это как desk. И тогда ты идешь в Аруси. Потому что в то время многие люди не знали элементарных слов на английском языке. И не я решаю, умный я, не умный. Если этот человек говорит, ты идешь в Аруси, значит ты идешь в Аруси. Если говорят, ты идешь в RVC, тогда ты идешь в эту часть. То же самое. Бог определяет, кто идет в рай, а кто идет в ад. И если Бог говорит, ты оправдан, значит мы идем в рай. Бог говорит, что оправдал меня. Почему? Не потому что я хорошо что-то сделал, а потому что Иисус Христос самым чистым образом очистил наш грех. Однако, знаете, некоторые люди так говорят. Конечно, простите, когда идут в уборную, скажите, если не будет туалетной бумаги, можно так? Сейчас можно, да, не ходить в туалет без туалетной бумаги, потому что везде есть, да, в общественных туалетах и туалетная бумага. Но, когда нет туалетной бумаги, да, если руками выйдет, это грязно же будет, правильно? Когда мы смотрим, грязно вроде бы. Когда я смотрю, это грязно, я грязный грешник. Но Иисус Христос на кресте очистил наш грех, били снега. Именно поэтому Бог говорит нам, что мы оправданы. Неважно, как мне кажется, важно это, неважно, а важно, что Бог говорит. Да, если командующий, пехотик говорит, ты идешь, да, часть АРУШИ или СОШИ, тогда ты идешь в эту часть, понимаете, да? Тогда экзамен такой был, как по-английски были вот это, колонки, а тогда ты идешь в эту часть, понимаете, да? И я проходил тренировку, которая длилась 16 недель. Бог. Если командующий говорит, ты идешь в АРУШИ, тогда ты идешь в АРУШИ. Независимо, у тебя хорошая голова или плохая. Куда говорят, ты туда идешь. То же самое. Если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, даже если я грешу, если Он говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. И тот, который говорит, что я оправдан, это есть тот, который верит в Господа Бога. Кто-то скажет, нет, я же грешу. Я грешник. Это значит, что этот человек верит не в Бога, а в свои мысли. Сегодня большинство людей верят в свои мысли. Я в тот день был очень благодарен. В Акук-Тонге я передал слово об вере Иисуса Христа, и она уверовала. В Акук-Тонге было очень сложной. Знаете, у меня была еда на два дня, и я жил там шесть месяцев. И кроме того, что мне два раза просто дали две картошки, никогда я ничего не получал. Но я видел, как Господь Бог действует, и поэтому я был счастлив. В 1964 году я поехал в город Ко-Чанг, район Чанг-Пали, и там до меня служил миссионер Метафи. Но поскольку он плохо знал, он давал в церкви жинцы. И так собралось 200 человек в церкви. Но когда миссионер Метафи уехал, никто не стал ходить в церковь. И миссионер Метафи, это была первая церковь, которую открыли в Корее, и никто не остался. Поэтому он попросил миссионера Дик, чтобы отправили туда служителя. И миссионер Дик отправил меня туда служить. И в Чанг-Пали я был очень счастлив. Потому что каждый день я передавал Евангелие. Я был полтора года там, пока я там был. Начинали с двумя детьми, и спасение получили 40-50 человек. И я был счастлив. Конечно, я не могу рассказать обо всем, что тогда было. Но тогда... Вы, конечно, простите меня. Я жил в доме, которое не топилось ничем. Зимой я жил без отопления, без одеяла. Порой, да, были такие мысли, что ночью я могу умереть от мороза. Брат Шим Деюль, да. У нее была младшая сестра, когда ей было 13-14. И мама, брат Шим Деюль, иногда утром отправляла через дочку мне кимчи или суп. И я представлял себе, что я однажды умру от холода. И потом эта девочка придет утром и скажет, «Дева, где ты с тобой дома?» И потом откроет дверь и увидит, что я умер. И потом все будут плакать. И мне было страшно, что я могу умереть. Но затем, что было? Я умывался. Для того, чтобы умыться, я спустился в ручеек и разбил лед. И я начал умываться. И вижу, что по льдам маленькие рыбки плавают. Я был удивлен. А Господь Бог сотворил этих маленьких рыбок. И они даже живут по льдам. Бог точно не сделал, чтобы я умер. Потому что Он защищает даже эти маленькие рыбки. У меня появилась такая вера. Да, мы были бедными. Да, не было одеяла даже. Да, без ничего мы жили. Но каждый вечер мы собирались. Знаете, пели гимны. Да, я, получив прощение грехов, мы пели гимны. Да, что потом кричали, да, благодарили Господа. Потом по очереди свидетельствовали. Потом я передавал Слово. Заканчивали молитвенное собрание. И каждый вечер мы так собирались. Я был счастлив. Знаете, Иисус Христос живет во мне. Иисус Христос ведет меня. Иисус Христос своим Словом действует у меня. И я был благодарен за это. Сегодня многие люди живут в своих мыслях. Что говорит апостол Павел? Вы знаете? Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие, благодатью Божией. Господь Бог начал вести жизнь апостола Павла. И теперь он не сам живет своей жизнью, а живет жизнью через Иисуса Христа. Такая жизнь появилась и у меня. Знаете, полтора года я служил в этом городе, потом поехал служить в армию. И мне было так хорошо в этом городе, и не хотелось никуда уезжать. Однако, поскольку Бог уже приготовил все в армии, поэтому я уехал в армию. И когда я уезжал, я был очень благодарен. Знаете, я не могу забыть этот район Чангпали. Я помню, я вернулся после армии, то есть во время отпуска, братья и сестры сфотографировались со мной. И эту фотографию брат Ким Дюнгон выложил в группу, да? И, видя эту фотографию, одна сестра, да, видя Чангпали, позвонила своей старшей сестре и сказала, что «Ой, я в этой фотографии видел тебя». И вчера вечером она ходит в церковь Ильсан, и мы встретились с нею. приехала с мужем. Муж тоже работает военным. Бог позволяет так встречаться, да, с теми, с которыми мы тогда общались, когда я был в Акуктонге, в Чангпали. У меня ничего не было. Я жил только через Господа Бога. И сейчас, получается, в 65-м году я уехал служить в армию. Уже прошло больше 50 лет. Но до сих пор ясно помню, как тогда Бог действовал. Я был счастлив. Апостол Павел говорит, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершен поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Через Иисуса Христа жить новой жизнью. Знаете, я 20 лет тому назад у меня в голосовых связках были три маленьких упухоль, и нужно было их немножко срезать. И медсестра, да, Горианка, она хотела ввести мне лекарства и потом говорит, что у меня очень высокое давление, что не могут ввести наркоз. И она говорит, «Пастор, вам нужно немножко отпустить давление». Я сказал, «Давайте». Дали лекарства на три дня, я выпил их. Через три дня я вернулся. И потом врач посмотрел на давление и говорит, «О, у вас очень хорошее давление, пастор». Я сказал, «Ну, это не я, не у меня, а мне лекарства вы дали хорошие». Потом сделали операцию, и медсестра мне говорит, «Пастор, знаете, когда я скажу глубоко вдохнуть, вы глубоко вдохните». Хорошо. И потом говорит, «Пастор, выдохните сильно». Я сильно так выдохнул. И тогда сказали, «Операция закончилась». Знаете, она как вела вену, да, наркоз, да, только так, чтобы я не увидел. А когда операция закончилась, да, когда началась операция, она сказала, «Высина, да, вздохните». Я вздохнул, а потом сказал, и так я потерял, да, за что я был благодарен, что то давление, которое было тогда, у меня было очень высокое давление, но три дня я принял лекарство, и давление стало нормальным, да. И после этого, оно должно снова подняться. Но интересно, с того момента мое давление 138 до да, 178. Вот так вот. Господь Бог держит полностью мою жизнь. Поэтому есть испытания, будут скорби, узы. Апостол Павел говорит, «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не держу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Он, тот человек, который верит в свои мысли, это не тот, который верит в Иисуса Христа, это просто прихожанин церкви, понимаете, да? Тот, который верит в Иисуса Христа, неважно, какие есть у меня мысли, когда слово Иисуса входит в мое сердце, да, я принимаю это слово. Я точно согрешил, я грешник. Однако, если Бог говорит, что я оправдал тебя, тогда я грешник или праведник? Да, я грешник, но если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я грешник или я праведник, скажите? Это значит, что я праведник, потому что Бог говорит, что Он оправдал меня. Слово Господа Бога должно быть выше, чем я, чем мои мысли, но большинство людей верят в свои мысли и не верят в Слово Господа Бога. Понимаете это? Мы теперь, человек, болевший 38 лет, да, я не могу ходить. Однако, если Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи, тогда мне нужно упорямиться говорить, что я не могу ходить или ходить. Вот что такое вера в Иисуса Христа. Если мне кажется, что я не могу ходить дальше, и не хожу, это значит, что я верю в свои мысли. Если я не оставлю мои мысли, то я ни в коем случае не могу верить в Иисуса Христа. Аминь. Иисус, когда мы живем верой в Иисуса Христа, то, знаете, Библия, она такая счастливая книга. Некоторые люди приходят поздно на собрание, а кто-то говорит, что вот, в других церквях сейчас идет собрание, а у нас два часа. Да, есть такие люди, которые поздно приходят. Но, якобы пораньше пришли, проставляли Господу Богу, свидетельствовали братьям-другам, а потом слушали Слово. Почему? Наша плоть, она не любит подобное. Однако, когда мы слушаем подобное Слово, души радуются. Да, мы же не можем за то, что поздно приходят там наказывать, штраф брать, правильно? До сих пор есть люди, которые следуют за своими мыслями. Есть те, которые следуют за Словом Иисуса Христа. Знаете, люди, представляете, что будет, если они будут жить, слушая Слово цыпленка. Беда случится, согласитесь. Но, когда мы слушаем Слово Господа Бога, принимаем Слово Господа Бога, веруем в Слово Господа Бога, когда мы живем, размышляя о Слове Господа Бога, мы становимся едиными с Господом Богом, и Бог начинает у нас действовать. Даже если вы совершили большое преступление, большой грех, если вы будете пытаться совершить, да, очистить ваш грех, это будет, да, невозможно. Если же Иисус очистит наш грех, тогда совершенным образом мы сможем очистить наш грех. Понимаете? Большинство людей, они следуют за своими мыслями. И таких людей, к сожалению, очень много. Апостол Павел говорит, «Только Дух Святой по всем гордам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Да, он верит теперь в Иисуса Христа, его ужалила змея, да, были гонения, но все равно он передавал Евангелие. Многие люди уверовали в Господа Бога. Я тоже раньше следовал за своими мыслями, однако я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, тогда я потерплю в моей жизни крах. Я начал веровать в Слово Иисуса Христа. И с того момента уже не я веду себя, Иисус Христос ведет меня. И тогда Господь Бог, Он проявлял удивительное дяне, удивительную силу свою. Дорогие братья и сестры, вы ведь следуете часто за своими мыслями, верно? Дорогие братья и сестры, если сегодня, с этого момента, вы оставите ваши мысли и будете следовать и веровать Слово Иисуса Христа, тогда через вас будет проявляться сила Иисуса Христа. Тогда вы сможете чисто очистить, вы сможете быть святыми и праведными. Если мы оставим все наши мысли, если Бог говорит, что оправдал нас, значит, Он оправдал нас. Если Бог говорит, что мы святы, значит, мы святы. Даже если в моих глазах кажется, что у меня есть множество грехов, тот, который верит так, как Бог говорит, это есть вера. А тот, который говорит, что я грешник, это тот, который верит в свои мысли. Сатна сделал, чтобы наш взгляд был неправильным. Неважно, что говорят наши мысли, когда у нас будет вера в Слово Господа Бога, Бог будет удивительным образом управлять свою милость и силу нашей жизни. Слово Господа Корректор А.Егорова Слово Господа Корректор А.Егорова